так ну что всем салют день сегодня уже с утра не задался я поставил вчера стирать машинку и уснул утром просыпаюсь она стоит в положении слива перестала сливать у него бывало такое не сливалось и вот опять чистил 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 ничего не помогает в общем вода все равно не сливается в общем кое-как там я слил эту воду весь мокрый был ну и в общем короче говоря вечером сегодня приеду буду заниматься там прочищать все это смотреть чего короче это писец вышел встал в 6 утра думаю выйдут пораньше на работу она сейчас вышел времени уже почти 12 часов ладно буду сейчас вставать что делать посмотрим что сегодня хлопчики наконец-то я получил заказ с магазина лента что-то нужно забрать и отвезти на октябрьскую набережную товар для получения опять продуктовая корзина поэтому будем узнавать все погнали так поехали за 5-10 минут за позвонить заказ оплачен безналично так чё а чё по деньгам то так хочу по деньгам 982 рубля грязью так ну что поехали в общем у них там подъезд закрыт теперь то есть не попасть к самому лента везу какой-то маленький стол и два ведра пластмассовых все короче говоря погнали какая-то шляпа тут было написано через за пять минут до позвонить я звоню отвечай к это мужчина не в курсе кричит вывал берез ягру нет я яндекс думаю ну ладно связь прервалась приезжаю уже суда здесь домофон не работает я звоню там девушка девушка выходит игра молодой человек с вами она быть нет я игра у меня представляете попала на какого-то молодого человека она горит да очень странно в общем девушка приятная беременная очень это все выгрузил семьсот пятьдесят восемь рублей чистый ми и я въехал в какую-то шляпу куда я въехал пес его знает блин зачем я сюда покажешься ладно сейчас буду разворачиваться не люблю какой дом уже отгрохали на месте птицефабрики но не как-то сиявинская было помогать что-то не как-то так она называлась я помню что продавали этот самый яйцами яйца курицу продавали а теперь здесь дом живой там впереди такая тачка классно едет не могу понять то ли мустанг то ли что и мне показалось что еще и номера эстонские блин вот поближе бы не знаю догоним ее нет если она прямо не уйдет посмотреть бы на нее сейчас может быть догоним вот здесь мы машину эту покупали вот в том доме кто помнит влог скорая мчится кому-то дай бог здоровья кому едут вернее скорейшего выздоровления на скоро едет на щек болен а сейчас мы ее и заснимем до номера эстонские ухты какая лайбочка и что-то даже мужичок то знакомый где-то я этого мужичка видел не блогер ли он блин кайфовая тачка эстонская да он по моему на выставке еще был и по моему про него видео снимали брали у него интервью классная машинка вот да вот то вот такую бы да я специально да не получится наверное его видеть сейчас может он проедет еще ну давай фура сваливай отсюда нахрен мы хотим машину посмотреть ох какая ойла и . это volvo оказывается красотка вот это машина еще прилетал до этого заказ на ваську я не взял и сейчас вот дальневосточного с мебель вуда кресло но у меня вопрос какое кресло тяжелое или нет сейчас приедем будем разбираться погрузил я короче говоря кресло компьютерное но она зараза тяжелая но слава богу там был лифт в общем едем на финляндский проспект 1100 рублей грязными очистыми но в рублей 845 наверно получим но там еще будет доплата в общем этот заказ корпоративность с мсками какая-то бредятина я нажал в пути ну что забрал посылку типа а никакого кода не надо было и уже время пошло и он пишет мне 15 минут а я приеду через двадцать две минуты я серую по-любому не успею как я считает я вообще не знаю короче ладно едем и там уже отдаем обратно тогда в сторону дома поедем уже по кнопке домой потому что мне не хочу кататься что решил я дойти до магазина думал там в кафе есть кусочки арбуза хотелось так арбузика а нету есть только фруктовый салат и есть дыня а дыню я не люблю ну не то что не люблю я могу и каш поесть но больше меня доставляет удовольствие арбуз продается у них арбуз целиком там 14 рублей за кило 14 90 но с собой я еще пока на линии стою как бы мне тоже с арбузом возиться короче съел булочку с маком мою любимую и взял попить блин лимонад дорогущий что лимонад что сок что вода раньше можно было там за 20 за 30 рублей ну купить попить а сейчас хрена лысого а вот короче говоря вот какая-то калина в классическая кола понятно что это химия вся кстати вот обычная кола ну как около которая она у нас сейчас в россии будет называться добрый кола добрый кола вот что вкусные . что добрый и кола когда такие названия придумывают у людей с головой все вообще в порядке они в школе учились у них по-русскому сколько было кол 2 ну ну как можно добрый кола ты не не русский что ли лечу почему добрый кола мужской женщина ну примерно то же самое добрый ну добрый сок это понятно добрый сок он добрый сок а добрый кола кола она сама по себе кола она тогда получается должно быть добрая кола а добрая кола это еще хуже чем вкусные . по таким названием можно подумать что тот кто их придумал он под чем-то это придумал потому что ну ну вот я даже видел логотип красный логотип и причем добрый написано по-русски а кола написано соло вот это вот написано под рукавицов и спал вот вот просто вот кто это придумывает вообще я не знаю тут давеча покупал лень твой пятерочки кола называется кул кола я ее до этого брал но в принципе неплохая тут я ее стал пить чувствую что нас приводом привкус мяты прям привкус мяты я состав уже почитал кул потом думаю кул ну вроде как свежесть да получается кул кола может быть это и есть не знаю короче я не нашел там того что написано мята но вот кола была реально со вкусами есть просто пепси со вкусом мяты гадость редкостная мне не понравилось а вот и так же мне не понравилось кола лимон вот кола лимон тоже какая-то шляпа я помню был ролик уланы карамельный с давным-давно где она шла гулять на пляж и по пути она взяла себе пиццу и взяла себе фан и взяла себе колу или пепси абрикос вот точно не помню кола или пепси но это давно было уже год год до 2 точно гола абрикос или пепси по моему пепси со вкусом абрикоса или персика что-то вот такое короче но у нас такого вот нет я тогда еще удивился думаю но у них и кола другая и пепси другое вы не забывайте вот взять финляндию взять эстонию у них и шоколад другой и все другое я не беру сейчас вот этот каллицкий шоколад дай как правильно говорить вот то что вот ла то что я пробовал значит у нас продавался эстонские эстонские конфеты вот как раз вот этой фабрики я пробовал да и вот у нас конфеты ну как бы и шоколад если сравнить то разница большая вот знаю точно да что наш сникерс и финский это две разные вещи наш сникерс это просто ну гадость редкостная трава я уже его давным-давно не ем то что вы есть во первых невозможно во вторых там орехи а мне короче посадите ка с собой уйти вось поди божем пуделёк примяшкиной мамы у подруги когда они вместе с ней жили у них такой же был пуделёк не знаю сейчас живой неживой все время меня любил как меня увидят все время на меня бросается у меня все животные бросать меня животные вообще любят вообще говорят когда животные доверяют когда любят значит и добрый человек ну может быть не знаю ладно сейчас все мальца посидим особо долго засиживаться не буду меня ждет стиральная машинка меня ждет увлекательное занятие с стиральной машинкой в общем трэш какой-то вот надеюсь что я сегодня и сделаю так что вот ладно еще мальца посидим и потом если что поедем домой сегодня хотя бы заказы есть а то вот тут два дня вообще просто ну вчера было два заказа я сам не взял но они были дальние вот поселок с какой-то там поселок солнечный и потом в конце уже было вот это кстати заказы по смс вот новый приходит который заказы по смс а в инструкции опять же неправда написано там написано что на начальной точке надо вводить и на вконечные на начальной точке меня никто ничего не спрашивал а у меня такой заказ первый раз я же не знаю как это работает оказывается он должен сам автоматически тебе написать получить смс получить смс вот а в моем случае этого не было а я с дуру нажал что я уже забрал посылку у меня пошел обратный отчет а паркера по корпоративным заказом идет доставка на обратный отчет вот например тебе надо ехать куда-то он тебе он посчитал что якобы тебе там ехать 25 минут и эти 25 минут с момента как ты нажал а ты еще даже не загрузил ничего он уже идет отчитывать это конечно не есть хорошо поэтому лучше всего нажимать забрал когда-то уже погрузился и когда-то уже начал отъезжать потому что иначе ты тогда не успеешь и вот идет опоздание но как бы ну как можно приехать через 25 минут если по яндекс если по навигатору пишет 36 а яндекс мне предлагает за 25 минут доехать но это нереально это я ж не на вертолете правильно вот это тоже надо как-то чтобы эта программа решила что туда убрали ли как зачем для чего вот это вот обратный отчет это что еда или что какая разница я от этого не понимаю я поняла там еда там еще можно понять ну типа то что остынет не знаю короче вот так ладно чё постоим посмотрим если чё тогда потом если ничего больше не будет приходить я думаю что наверно вряд ли ну попробуем пока я в первый раз увидел хозяйку этого nissan альмеры это оказывается женщина он чувак слушает цоя это оказывается хозяйка женщина прикиньте с бабушкой а я и думаю что этот nissan стоит уже здесь третий год безвылазно вот он на парковке стоит третий год безвылазно то есть как бы по идее эта машина не уезжает вообще но она может быть раз в год выезжает а вот у нее опять спустила колесо на час будет колесо накачивать ну колесо спускает от того что может быть слабый ниппель и это во первых а вторых из-за того что машина долго стоит она вот уже года три точно стоит безвылазно вообще и я даже подозреваю что может быть в этой машине завелись вообще крысы и мыши но потому что она реально стоит очень долго и вот на одном месте она сначала стояла вот там где-то потом она стояла вот прямо напротив вот этой вот машины тоже праворукая кстати и потом туда ну вот теперь я я всю мне все интересно думал может хоть 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 я не какой-нибудь инвалид там или что-нибудь нет хозяйка девушка почему она на ней не ездит я не знаю а может быть знаете может быть просто в наследство от кого-то осталось на на как память а выезжает наверно не так часто может быть такой вариант в принципе тоже мы же не знаем да ничего как у нас вот тоже у меня у друга он живет у них во дворе стоит девятка причем девятка такое состояние уже надо этого еще неплохая была ну и короче говоря она стояла 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 колесами аж прямо вот вросла то есть колеса спустили и колеса прям вросли в землю то есть вот в асфальт и ее на эвакуаторе видимо кто-то пожаловался что стоит машина зря занимает место и и на выку на эвакуаторе увезли видимо куда-то там на штрафстоянку или куда и буквально через сутки введение в этот же день по моему вечером эту машину обратно вернули обратно вернули и вот сейчас я мимо прохожу а там склад вещей какие-то значит лопаты что-то еще но машина уже все то есть она опять же вросшими колесами но ребята но если вы свою машину используете как склад вещей но вы хотя бы держите ее в должном состоянии хотя бы подкачивайте колеса в конце концов я не говорю что там прям заводить ну хотя бы что там мыть ее изредка хотя бы там ну из ведра вылил грубо говоря и все ну будет так видите девушка будет вот муха иди отсюда залетела вот поэтому вот так основу все я просто мне очень хотелось узнать что это за у меня даже были мысли такие думал лисе шкода продалась может быть спросить почем но что-то как-то нет я не хочу она очень долго стояла но хотя в принципе если это праворукой она из хабаровской откуда-то привезена может японка а если японки они неважно сколько им лет они очень хорошим состоянием и даже резиночки 20-летней резиночки лучше чем наши новые вот нашу новую резиночку купи поставь да вот там жигулевую например или газели вскую это же издевательство просто она мало того что она может не встать так она чем может сразу порваться а японские вот эти все они прямо и резиночки там всякие детальки прям 20 лет они все как новенькие потому что там делают а у нас у нас я всегда удивлялся игру нас такая авиация у нас такую технику делать такую авиацию а машины и запчасти это просто тихий ужас какой-то вообще да без слез не взглянешь как нет есть конечно неплохие автомобили но взять нашу-то автопром типа газель это просто трэш это вообще это вот газель это такое впечатление что вот у кого газели не было тут не в курсе но у нас было две газели а у папы и еще и рабочих несколько было да помимо этой которую мы покупали это просто трэш я говорю мы даже с папы были в шоке когда задние двери сняли ну там промазать чтоб не ржавела а там между задней дверью между петлей и кузовом прокладочку они сделали из этого ну как знаете как из картонки такой зачем чтоб картонка намокала и там все сгнивало бы я теперь поняла почему петли быстро сгнивают на газели потому что через эту картонку попадает влага картонка не сохнет там все ржавеет от нее отношения враги это делали а про уазик я вообще не говорю про уазик как он сделан это просто это особенно буханка это просто трэш хотя мне говорят многие что а какой ты хочешь альтернативу я бы ну за такие деньги ребята когда извините меня элементарно обшивка кузова ровно-ровно вверх-вверх-вверх вниз 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 ровно-ровно чтоб правильно марат борода сказал пьяные что ли делали когда они обшивку это делали ли по чем они были почему здесь ровно а здесь вот вот так вот криво же пьяный делали под чем он там это правильно он говорит все гордон проплаченный дом не правом правильно говорит это вы извините я не понимаю людей которые а какой вы еще можете найти найти альтернативу ниве за миллион двести я говорю ребят я за миллион двести куплю старого и по какого-нибудь японца да и буду на нем ездить ну джип я имею ввиду чем вот это вот новая нива это что новая него что старая ничего не поменялось ну как можно отдать миллион двести за него который выпускает там с какого-то семьдесят девятого года или с какого семьдесят восьмого ну что это такое ничего не поменялось кроме руля и мы поставили как это в буханке мы поставили кондиционер что-то меня понесло не в ту тему ну ладно мы поставили кондиционер в буханке кондиционеру который двигатель находится вот здесь внутри у буханки кто не знал двигатель вот здесь находится какой на извините кондиционер Вот Ну все, короче, смотрите-ка, они садятся Бабулечка садится, может быть бабулька, хозяйка Не знаю И вот сейчас эта машина первый раз поедет, прикиньте Я ее даже не видел ни разу Кто-то сейчас скажет Тебе как бы, ну, просто интересно, ребят Долго стоит, но я вижу, когда-то, я сначала думал, что она может угнанная какая-нибудь Или что, нет И самое интересное, что вот она очень долго стоит Она пришла, сейчас ключом открыла То есть аккумулятор, видимо, нормальный Ладно, так что как-то так Наконец-то, ребята, я вижу Эту машину в движении, прикиньте, она поехала Ну, вижу, что женщина не очень хорошо водит машину Видимо, поэтому Поэтому, видимо, она и так и ездит Редко Вот Он, видите, поехал Все Ох, военные приехали за денежкой Главное, самое главное Чтоб она потом не приехала Ну, не мое место, ну, просто Я все время здесь ставлю, она обычно всегда пустое А если она сюда, конечно, поставит, то это все Эта машина здесь год будет безвылазно стоять Ну, ладно, посмотрим Вот, ребята, я вам помните, как-то про эту копейку рассказывал Что на ней дедушка всю жизнь ездит Вот, я сейчас его увидел Слушайте, ну, машина, конечно, такая Не айс, но она ездит Смотрите, он ее поддерживает Гнилых мест нету Она не гнилая, ничего Какая современная машина проедет 40 лет И более О, смотрите, завел Все Сейчас бац и поедет Собрались, поехали на дачу О, видите О, поворотник не мигает Ну и не страшно Она же ездит Ездит, правильно Все А, дедушка просто боится Там фуры О, это фур Едет в форт О, ну, видите, все, поехало Поэтому с жигулями проблем нет Жигули будут ездить всю жизнь Если их чинить нормально Если их делать Вовремя обслуживать Будут ездить все быт Наставки, которые возле магазина паркуется Твою мать И так заказов нет Еще и прилетал сегодня У меня один только заказ В какое-то село дружба Я вообще в душе не знаю Где это Я даже не стал это брать Что же за село дружба Откуда, поскольку Вот он приехал И там встал Мда Походу здесь мне теперь ловить нечего Потому что два бренда Я не знаю, какой у него приоритет Вот Соответственно Поэтому, наверное, надо валить отсюда Видимо, заказов мало И он теперь стоит здесь Вот Так что как-то так Что-то как-то заказов очень мало Но Я грешу на то, что это август Ну, то, что лето может быть Но не знаю, ребят Не знаю Что, я сваливаю отсюда Что мне здесь делать Уже все Стоять тут незачем Ну, я заказ С деловых линий Но я что-то не понял Там При въезде что-то 30 на 30 на 60 Какая-то посылка А онлайн-перевод Что такое онлайн-перевод Я не знаю, ребят Не знаю И сейчас приедем И едем недалеко Малаохтинский проспект Клиент едет за мной на машине Он так пытался мне долго объяснить, где это Хотя гораздо проще Я говорю Малаохтинский 61 Это бизнес-центр Да Я говорю Ну, что вы мне тут Рассказывайте Короче 720 рублей наличкой Но он переведет мне на карту Он сказал Наличных нет Я говорю Не вопрос Переводите хоть на Луну Главное, чтобы это все до меня дошло 720 рублей Ну, здесь у меня есть На балансе деньги Поэтому тут спишется комиссия, конечно же Ну, наличкой я получил То есть Все Вернее На карту я получу Ну, и потом поедем, наверное, в сторону Петлеру Амерлина И будем еще один заказ ловить Потому что один заказ Затем это очень мало Чистыми на карту перевел 720 Хотел дать наличкой все-таки Но у меня не было сдачи Опа Берем 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 Дом 3 литера А Два этаж Офис 174 км Погрузили стол Круглый стол Ну, он не тяжелый Широкий Просто неудобный Что, пока девушка его замотает Пока девушка его замотает У нее не было скотча Солидная фирма А скотча нет Но она, короче, его фухорчатую Такую штуку И этим Степлером Все, едем в Рыбацкое Неплохой заказ 1158 грязью Ну, 1200-300 где-то получим Чистыми И там заедем Где-нибудь надо будет попить Перекусить И потом Обратно уже В сторону дома Включимся с Рыбацкого Когда поедем Ну, вот, считайте 700 и уже 1200 Но считайте 2 рубля Будет неплохо В принципе Я уже думал Честно говоря Что сегодня Уже ничего не прилетит Я уже Уже думал Уже выдвигаться Думаю Поеду по району Покатаюсь еще Я уже весь район Искатал И вот Ладно, все Потихонечку едем Номер я заскринил Кому звонить Все Так что Едет А там брат мой На велике Я говорю Ё-моё Ну, я тороплюсь Мне на заказ надо Короче, он на кладбище Опять поехал На 9 января Он туда ездит Там что-то делает Там сейчас такая вереница была Бесец Собрали 5 машин Кто-то в поворот Не вписался И собрал Кучу машин Бесец Попытался меня догнать Ааа Сейчас Хрена высылаю Ну ладно Пусть катает Ест, накат Пробка Километровая Стоит аж Ну там От перекрестка И на руку Давалит Я бы нахрен не поехал Это же Звука Они думают Что даже если они Эту пробку отстоят Они быстрее приедут Нет Налево Ааа Это возле церкви Мы поедем туда Понятно 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 Ой-ой-ой Таки надо ехать Аккуратно У нас таки Сзади Сима стол Таки Если мы его Не довезем Нам таки Да-да-да-да Поэтому Потихонечку Едем И таки доведем Этот круглый Черный Дорогой стол Все Погнали Сырный дом С видом на Река Нева Здесь наверное квартиры стоят Уйму денег Но Зимой здесь очень холодно Это говорю сразу Здесь жуткие ветра Так А у нас не указан номер подъезда Но у нас есть номер телефона Сейчас мы Заедем во двор Понял Принял Там вантовый Сейчас завернем А наверное Сюда Наверное Надо Наверное Сюда Сейчас посмотрим Туда Не туда Наверное Наверное Главное Чтобы сюда запустили Ехай Блин Это я камеру не выключил Е-мое В машине осталось Так короче Вот в тот дом была доставка Мы завершили 1228 рублей чистыми Смотрите ребята Красота Видите Вот всякие Люди рыбачат На водочках сидят Вид конечно Там с балкона Я не взял с собой камеру Но я маленькое видео снял Там у муточки Красотища конечно Ладно Не будем пугать людей Они тут рыбу ловят Еще рыбу распугаем Все Сейчас едем В магазин пить Есть Я уже устал Пока я этот стол дотащил Я охренел Он не такой тяжелый Как неудобный Он Видите Плод Какие штучки Круто Ну покажу еще раз Нравится мне очень Церковь И вид кстати Вот с этого дома Шикарный Вот с этих старых домов Ну относительно старых У нас здесь знакомые Вообще живет А мы у него были Кстати дома Вот вид конечно Здесь шикарный Так А мы куда поедем Давайте-ка поедем Вот здесь Вот Вот тут вот поедем А это называется Парк пожарных По-моему Или пожарников Вот как-то так Короче Аллея пожарных Что-то вот такое Вот Вот Что-то у меня стал опять Стартер барахлить Блин Как она меня Задолбала Блин А здесь Хоть не одностороннее движение Это Что-то как-то В обе стороны Как-то все едут Ё-моё Что-то А нет А я уж подумал Думаю не туда куда въехал Что ты пищишь Что-то нас совсем запищало Видимо от жары Перегрелось Все Сейчас едем до перекрестка Там есть перекресток Хочу попить Слушайте Пока стоял в очереди Две тетки С промежутком Минут пять Успели поругаться Однозначно И все по одному И тому же По одной и той же теме Значит Первая женщина Наехала на мужика Что якобы он поперек Не увлез Но я не знаю Я не видел А вторая стояла Впереди меня На кассе самообслуживания Значит Стояла Впереди Значит Впереди меня стоял Маленький мальчик И она И получилось так Что На этой кассе Вот там две как бы кассы На той кассе Перед женщиной Значит Соответственно Женщин Ну Короче Обе кассы освободились И парень просто Перескочил на ту кассу А у него было в руках Всего по-моему Две мороженки Слушайте Как тетка начала На него орать Слушай ты Куда ты полез А ты еще там Типа берега Не перепутал Короче Наглость Второе счастье Вот это вот Короче Как она только Его там не обхайла Я так стою И знаете Так в пол голоса Говорю Что-то Говорю Все они Все между собой Ругаются Я говорю Прям все ругаются 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 Я говорю Надо проще быть А она мне Говорит А куда уж проще Я говорю Ну не знаю Я говорю Вы вот сказали Что ребенок Невоспитанный А вы его сейчас Так обхайли Что мама Не горюй Трехэтажным Матом Про какое еще Воспитание Вы можете Говорить Если вы сами То Она значит На меня Так посмотрела Такими глазами Как будто Я не знаю Как на врага народа Кассир стоит Смеется Я говорю Слушайте Ну трындец Какой-то Честное слово В общем Жесть Господи У мужика В машине Распечатана Фотография Человеческая Как будто Она тут сидит И вот она вышла Так на меня Посмотрела Наглость Второе счастье Я говорю Вас что В пробке на Каде Обогнали что ли По этому самому По обочине Или что В общем Трындец какой-то Ну это Знаете Какие люди Это люди Вампиры Энергетические Это люди Которые В каждой В каждой очереди Умудряются Поругаться Что-то Выяснить Они подпитываются Энергией Вот она сейчас Поругалась И легче стало А я так Спокойно Она еще Посмотрела Как будто Мол типа Жесть конечно Не-не Ребята Когда действительно Есть По какой-то причине Сделать человеку Замечание То да А вот просто Так Ладно Пойдемте домой У меня дома Врат блинчиков Нажарил Успел А вот этого Я его видел Мне сейчас Племяшка сказал Он поехал на кладбище Там что-то доделал Я поехал к вечеру Чтоб жары не было Короче вот так Этот опять Клянчит У меня есть Но мы его Больше много Не кормим Потому что Много тоже Нигде Покормить Потому что У меня пищеварение Еще слабенькое Так что Вот как-то так Все Идемте Добро пищеварение Добро пищеварение Добро пищеварение